МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Спрацовали с поспехом. Усе основные прогнозные показчики в первом погоде в область выконала. Граница под Аховой. Наш корреспондент Олег Синтеров потекавился работой пограничников на чекуночном транспорте. Выращаем жилевые пытания. Специалисты будавнейшей Галины в субботу проведут акцию для потенциальных покупников. Смач на есть. В неделю у Гомеля пройдет первый гастрономичный фестиваль. У ближайшие 15 хвилин про это и иншее больше подробязно. Выдники социально-экономичного развития региона в первом погоде сегодня разглядели на посаджении Гомельского облвыконкама. Как было отзначено, наша в область одна из дня многих в Украине выконала усе основные показчики прогнозу. Ситуацией у региональной экономицы подсекавился Дмитрий Котов. По выниках первого погода девять основных показчиков, доведенных у Радом краины, Гомельская область выконала. Дарыши подобного поспеху досягнули только Брестский регион и город Минск. Основный показчик валовый региональный продукт перевыконан на омально один процентный пункт. Ниже изопрогнозные только темпы в будовнестве. Добро спрацевал промысловый комплекс. Рост вытворчасти склав 102,7%. По выниках другого квартала наш регион у лидерах. Рост объемов производства в целом по области обусловлен значительным приростом в обрабатывающей промышленности, которая за квартал выросла с 95,1% до 103,2%, то есть более чем на 8%. Свою роль в этом сыграло постепенное восстановление объемов переработки нефти на Мозырском НПЗ. За счет этого обеспечена половина прироста ИФО по области. Вторую половину прироста, или 2,8% пункта, дала стабильная работа остальных предприятий. Значно перевыконаны показчики по экспорте товаров и послуг. У обо двух выпадках на 20%. Прамы и замежные инвестиции склали больше, как 85 миллионов долларов, при прогнозе у 30. Новых рабочих местов так само створено больше запланованного. Это дозволило просолотковать омаль 1600 человек. Выконание всех прогнозных показчиков социально-экономичного развития в первом погоде посприяло и стабилизации бюджета региона. У нас доходы увеличились, собственные доходы бюджета области по сравнению с прошлым годом, почти на 10%. Хотя, конечно, это пока недостаточно, чтобы решить все задачи, которые стоят перед бюджетом. Естественно, в такой ситуации основное внимание и основное направление бюджетных расходов – это были социально гарантированные расходы бюджета. На социальную сферу за первое полугодие мы направили почти 70% всего объема бюджета. Сирот поставленных задач – забеспечить дальнейший рост заработной платы у Галинах. За выключением Брагинского и Жлобинского у районах и у областных центров, покулят значается отставание от плану. Для широку буйных предприемств по ранейшему застаётся актуальная проблема неплатежов за поставленную продукцию. Потрабуя уваги и скорочение объема монтажно-будовнейших работ, прикладно у полови районов в области. Усё гэтые пытания, так само реализация инвестиционных проектов и распоражение нерухомой майомыстю, будут под особливым контролем у другим по угодзе. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Гомельское унитарное предприемство «Святлотехника» наведал депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь, наместник старшиней постоянной комиссии по праце и социальных пытаниях Виталь Шилов, и он сострелся с працовным коллективом. Подчас открытого диалога уговорка ишла об самых актуальных пытаниях. Зараз на «Святлотехнице» працуя свыше 300 человек. Больше 60% из них – инвалиды по зроку. Тому присутных в зале цикавили меры державной подрымки наибольшь необороненных категорий насильництва. Размова ишла и про то, как створить больше сприяльные умовы працы для предприемств, на яких заняты люди с инвалидностью, и как зарабить выпускаемую продукцию больше конкурента с дольной на рынку. Унитарное предприемство «Святлотехника» и още летость было стратным, однако зараз ситуация изменилась. Все лето на 25% повеличилась рентабельность, а малю два с половой разы выросла зарплата. Все питания, которые хваляют супрацовника, взяты на контроль депутатам Палаты представников Национального схода Республики Беларусь Виталием Шиловым и администрацией Чигуношного района. Были вопросы заданы у них по изменению законодательства. То есть возможность участия коммерческих организаций, которым является, у «Святлотехника», входящим в состав некоммерческих, негосударственных структур, таких как общество инвалидов по зрению, в выполнении государственного социального заказа. «Святотехника» предприятия имеет возможность оказывать услуги в рамках социального заказа по реабилитации инвалидов по зрению. То есть они могут обучать азбуке Брайля, работе на компьютере слепым методом, способам чтения, работы с тростью, адаптации, то есть ориентации человека на улице, они могут оказывать, но в соответствии с действующим законодательством они не имеют права это делать. То есть можно это осуществлять через вышестоящую организацию общественную, но для них это трудно, поэтому они просят данный вопрос решать напрямую. Попробуем в этом вопросе помочь. На проконце женивня у Гомеля пройдут урочистости, примеркованные до 20-ти годзя Гомельской пограничной службы. Створенная у складе одной резервовой заставы и группы катеров, сегодня она забеспечивает охову державной мяжи на целом широку накерунков. За профессиональной работой пограничников на очагуночном транспорте назирал Олег Сентюров. Отделение пограничного контроля на очагуночной станции Теруха заявилось 31-го снижня 97-го года. Починали из одного вагона домика, зараз тут хоть и невеликий Олег Городок. Пограничники дежурят на протягу суток, а тому городок оснащен всем необходимым. Починают от помешкания, где проводится учеба, до месту для приема ежи, от починка и проверки сброи. Непосредственно на станции Теруха на протягу суток проверяется коля восьми пассажирских и грузовых техников. Ихать надзвучайное сдарение вельми редкое, а ли необходимо быть готовым до любой ситуации. Перед проверкой техника, обовязковое построение, у всех контролеры оснащены рациями и так званными пармами, портативными автоматизованными рабочими местами по закрытых каналах, и они дозволяют подключаться до специальной базы и оперативно выявлять порушальников, таким заборонен выезд с Беларуси, те надворот знаходжения на ее территории. Плюс специальное процессование для проверки паспортов, хоть у любых выпадков в опыт заменить нега ничим. В основном поведение. Поведение выдает нарушителя, задаешь какие-то вопросы ему наводящие, путается человек. Где-то даешь ему где-то расписаться в чем-то, подпись не может вспомнить. Какие-то наводящие вопросы, ну это уже как бы внутренние, по внутренней вопросу службы, этого не могу уже рассказать полностью. Но в основном человек путается, нервничает, выдает себя. Недя за пять квелин до пробития техника у всех контролеры на перроне, подчас попереднего инструктажу до их доведена оперативная информация и извернута увага на особливости составу. Техник номер 99 Новоалечеево-Каминск на станции Терраховка стоит 30 квелин. Так это часто необходимо проверить документы у всех без выключения пассажиров. Минавито в этом составе 14 вагонов прикладно по 50 человек у каждого. А прича профессионализму, бадай головное потребование до пограничников корректной работам. Почас проверки все деяния контролеров и пассажиров обовязково записываются на видеорегистраторы. На выпадок возникнения непоразумений. Правда, по вине пограничников такие ситуации возникают вельми редко. Тем больше, что за проявленную грубость можно и работу стратить. Уречте пограничники минавито те люди, по яких инжае будут смирковать, а бусей Беларусин. Честно говоря, вообще никаких ни претензий, ни проблем. Нас все устраивает. То есть и отношения, и общение. Так что вообще никаких ни жалоб, ни претензий. Мы всем довольны. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». У субботу, 29 липня, Гомельский домобудовничий комбинат проведет акцию «Своя квартира – есть своя. Приезжай, гляди, купляй». Ух, этот день с 9 ранницы до полдня же хары региона смогут наведать новобудовли областного центра. Мероприемство пройдет у 59-м и 96-м микрорайонах. Это так званая «Шведская горка» и «Хутор». Специалисты откажутся на пытанье по планировуце и коште «Кватер». Худка смачна и корыстна. Подчас гастрономичного фестиваля у «Городская ежа» гомельчане доведуются об шматгранности в уличной кулинары. На 10-11 липня скверка «Ля цирка» станет зоной отпочинку, творчасти и смачной ежи. На заклик организаторов отгукнулись около 20 кафе и ресторанов «Гомеля». На вачах наведывальников повары будут готовить в уличную ежу бургеры, хот-доги, блинчики, десерты. А так само делиться с акретами своего майстерства. Дарайше, удельники обещают удивить гомельчан. Паспытавши прессмаков, можно будзе отпочить у гульновой те арт-зоне, альбо наведать майстер-классы по кулинары, модзе и прихожосте. Цекава будзе людям любого взросту, колу интересов и смаковых прихильностях. Приятно, что когда я пришел с идеей к практически всем из участников фестиваля, они сжали мне руку и говорили, наконец-то вы пришли с такой интересной идеей. Наконец у нас в городе будет что-то подобное. И они сами чувствуют эти тенденции, понимают их. И тренд на здоровое питание, на вегетарианское, веганское питание, он есть и он развивается. Поэтому практически у всех ресторанов есть какая-то линейка, какие-то блюда в этом направлении. И что-то обязательно будет представлено у каждого для того, чтобы не только мясоеды могли найти себя на этом фестивале. До речи, цены по час фестивалю демократичной ежи так само будут демократичными. И еще одна новина для тех, кто планует починок на выходные. Санитарные службы провели черговым мониторных у всех девяти зон рекреации на водных объектах Гомеля. Порушением санитарных нормов правилов и гигиеничных нормативов не выявлено. Обменена заборона на купание детей и дорослых на пляже Каскад-1 по улице Петрусябровки сбоку улицы Каменшикова. Однако при этом не знято обмежование купания детей на пляже Каскад-2 по улице Петрусябровки сбоку улицы Сверыдова. Гомельских школьников навушать конструировать транспортные объекты. Сегодня областным центром открылся оздоровленный лагерь «Военный инженеринг». Он працует на базе Центра творчества детей и молодых Чигуночного района. Лагерь с демным находжением детей тут открыли в Першиню. Он собрал 25 хлопчиков и девочек в возрасте от 14 до 16 годов. Основные задачи – патриотичное и духовное выхование, формирование лидерских якостей, а так само профорентация школьников. Частка мероприемства «Буде» ладится суместно с Белорусским державным университетом транспорта. Тут школьники доведаются про основы конструования и макетования транспортных объектов, познайомятся с компьютерными программами, обащать выставу специальной военной техники. Насыщенная «Буде» и культурно-познавальная программа. Досуг ожидается очень яркий, очень разнообразный, программа очень-очень насыщенная. Планируются различные экскурсии, спортивные мероприятия, здоровье сберегающие разные акции, чтобы дети наши находились в безопасности, в хорошем настроении и плюс могли еще определиться с профессиональным выбором. Доброчинную акцию для детей-сирот на стадионе «Гомесельмаш» провели волонтеры от Рада БРСМ «Открытое сердце». До мероприемства долучились футболисты режиского спортивного клуба «Сподорожник». Свежая поветро, активные огульни и приузнятый настрой. На встречу с выхованцами социально-педагогичного центра завитали активисты волонтерского руху, спортсмены и аниматоры у костюма героев мультфильмов. Молодшие выхованцы притулку примали удел у эстафете разом с любимыми персонажами, а старейшие гуляли у футбол. После завершения матча удельники спортивного клуба подарили детям мяч со своими росписами и вымпел с логотипом клуба. Спортивное свято стало протягом шерогу добрых справ, які ладят среди детей волонтеры. Наш клуб неоднократно принимает в этом участие. Так традиционно уже сложилось, что мы участвуем в таких благотворительных акциях. Сегодня мы дарим детям улыбку, радость, ценные призы, подарки на память атрибутику клуба. То есть проводим хаше время с детишками. Есть у нас маленькая идея совместная – приглашать детей на наши матчи и там проводить определенные мероприятия, акции, чтобы детишкам было удовольствие. Мы очень рады, что мы в этом году как-то вместе нашлись, сотрудничаем. Именно для этих детей мы уже, наверное, раз пятый проводим акцию. И вот смотря на эмоции детей, мы как бы сами счастливы и очень рады, что им нравится, что они постоянно к нам бегут с удовольствием, обнимаются. Ну и вы видите, не хотят нас отпускать. Нити истории в родках романа. Выстава, примеркованная до 215 года, с дня народжения Александра Дюма, открылась в областной универсальной библиотеке с имя Ленина. В экспозиции представлены выдания с книжной коллекцией князев Паскевичу. Большая из них опубликована яше при житии гениального французского письменника. В экспозиции коля сорока раритетных выданий в периоду 40-х, 70-х годов, 19-го ста годя, выдаденных у Франции, Бельгии и Германии. Усе на французской мове. Сярод наибольшь вядомых и читаемых – три мушкетеры, графиня Демон Саро, королева Марго. Я думаю, что наша выставка универсальна для всех возрастов и профессий. А тематика ее настолько разнообразна, что она будет интересна и профессиональным историкам, и филологам, и литературоведам, и просто обычным посетителям, читателям нашей библиотеки, которые любят книгу, любят чтение, ну и, разумеется, любят Дюма. На этом выпуск завершенный. У студии працевал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.